Курение Ранее я говорил об известном статистике по имени Рональд Фишер, который протестовал против того, что он называл пропагандой, убеждающей общественность в опасности сигарет. Фишер сделал неоценимый вклад в области статистики, но его анализ рака легких и курения был ошибочным из-за его нежелания рассмотреть всю совокупность имеющихся данных. Его дымовая завеса могла быть вызвана не только тем, что он был платным консультантом табачной промышленности, но и тем, что он сам был курильщиком. Часть его сопротивления видеть связь, возможно, была усилена его собственной любовью к курению. Что заставляет меня задаться вопросом о некоторых продуктах питания, которые исследователи питания могут любить по сей день. Меня всегда поражает, как иронично, когда вегетарианские исследователи выходят вперед и перечисляют свой рацион как потенциальный конфликт интересов. В то время, как в 70 тысячах статей о мясе в медицинской литературе, я никогда не видел, чтобы исследователь раскрывал свои невегетарианские привычки, потому что это нормально. Так же, как и курение было нормальным. Как может что-то, что так нормально, быть вредным? И это не то, что вы курите одну сигарету и падаете замертво. Рак развивается десятилетиями. Поскольку в то время большинство врачей курили и не могли наблюдать каких-либо моментальных вредных эффектов, они не хотели даже предполагать возможность этого, несмотря на гору доказательств. Может и понадобилось 25 лет до выхода доклада главного врача и больше, чтобы стать частью основной медицины. Но теперь уже нет рекламы. Вдыхайте с удовольствием. Теперь есть реклама центров по контролю и профилактике заболеваний США. Для продовольственной рекламы не нужно возвращаться к мясу для защиты здоровья или питательному бекону, или прописыванию врачами мяса или газировки. Слава богу, трик сформирует зависимость. Вы знаете, что дела плохи, когда диетические рекомендации исходят от рекламы сигарет. В наше время вы можете увидеть хот-доги, сертифицированные Американской Ассоциацией Сердца, или их советы по выбору филе. Из всех продуктов питания, какие первыми получили этикетку Академии Питания и Диетологии дети едят правильно? Было ли это яблоко, может быть брокколи? Неа, Крафт приготовили продукт из сыра. Теперь, так же как и в 30-х, 40-х и в 50-х годах в авангарде пытающихся спасать жизни, сегодня есть те, кто меняют рекламу от того, что вы можете сделать с задницей свинины, к тому, что свинина может сделать с вашей задницей. Проект Комитета врачей за ответственную медицину «Мясо – это новый табак». Как пытался объяснить доктор Барнард в статье, опубликованной в журнале «Этики Американской Медицинской Ассоциации», растительные диеты теперь можно считать питательный эквивалент отказа от курения. Но сколько еще людей должны умереть до того, как Центр контроля и профилактики болезней призовет людей не ждать операции на открытом сердце и начать есть правильно, а? Но так же, как мы не должны ждать, пока наш врач перестанет курить, чтобы бросить самим, мы не должны ждать, пока наш врач пройдет курс диетологии или очистит свою собственную диету, прежде чем самим начать питаться правильно. Врачи больше не имеют профессиональной монополии на информацию о здоровье. Произошла демократизация знаний, и до системных изменений мы должны взять на себя личную ответственность за наше здоровье и за здоровье нашей семьи. Мы не можем ждать, пока общество снова догонит науку, потому что это вопрос жизни и смерти. Доктор Ким Аллан Уильямс стал президентом Американского колледжа кардиологии. Его спросили, почему он следует его собственному совету, растительной диете. «Я не против смерти», — ответил доктор Уильямс. «Я просто хочу, чтобы это была моя вина». Субтитры создавал DimaTorzok